Есть два друга. Первый спрашивает. Рабинович, вы можете одолжить мне 100 долларов. Я через неделю отдам. Второй кивает. Конечно. Рабинович что-то достает из кармана и сует в руку другу. Тот раскрывает ладони и восклицает. Таки это же презерватив. Второй отвечает. Вот-вот, его и попробуйте надуть. По аллее парка вечером идет женщина. Вдруг из кустов выскакивает молодой парень и тащит ее в кусты. Женщина начинает орать. Помогите, тут парень гневно. Да не ори, сам справлюсь. Встречаются два мужика. Один другому говорит. Я вчера ел суп из черепахи. Второй недоуменно. Ну и как? Первый грустно. Из тарелки удобнее. После беседы в кабинете директора шокированный отец восклицает. Неужели мой сын хуже всех в классе? Директор успокаивающий. Ну что вы, берите выше. Школя. Жена жалуется мужу. Дорогой, наша дочь на Новый год снова пила. Муж недовольно посмотрел на жену и говорит. Да что ж такое то. У них в детском саду на утреннике других костюмов, что ли нет? Заходит мужик в вокзальный буфет и говорит буфетчице. Дайте мне 49 стаканов чая. Та любезно предлагает. Может 50 для ровного счета. Мужик обижена. Что я вам, лошадь, что ли? Ведрами чай пить. Женился интеллигент. Брачная ночь. Жена уже готова и ждет мужа. Интеллигент надевает очки, смотрит на жену и говорит. По рассказам очевидцев, здесь где-то должна быть дырочка. На уроке истории. Учительница спрашивает ученика. Иванов, кто взял, Измаил? Иванов испуганно отвечает. Честное слово, я не брал. Спросите у Сидорова, может это он брал. Учительница возмущенно рассказывает об этом разговоре Завучу. Завуч успокаивает ее. Ну что вы волнуетесь? Это же дети поиграют и отдадут. Учительница идет к директору и передает ему разговор с Завучем. Директор деловито. А какой это был класс? Учительница отвечает. Это был пятый Б. Директор подумал и говорит. Нет, эти не отдадут.